Друзья, всем привет! Вы смотрите мой канал Олега Переверзева. Сегодня я в гостях у Алии. Ссылка будет внизу, на её видеоблоге, на её канал «Читать модно». Мы сняли два видео. Первое видео о фильмах и книгах о музыкантах. И в этом ролике Алия будет спрашивать меня кое-какие вопросы. Вопрос. Я увлекаюсь классической музыкой, но как слушатель. И у меня, коллегу, есть такая серия вопросов о закулисной жизни музыкантов, которые, может, ну, в общем, недоступны зрителям, когда они проходят, и просто смотрят концерт и не знают, что там творится внутри. Вопрос номер один. Мне всегда интересно, когда приезжает гастролирующий дирижер и даёт выступление с оркестром, допустим, нашим здесь филармоническим, то неужели то, что это другой дирижер, только что приехал, сильно влияет на игру оркестра? Ну, я думаю, как. То, что когда приезжает знаменитый дирижер, я думаю, просто вот его имя, да, вот как-то его, вот это вот, его влияние может быть как-то влиять, ну, такая тавтология чуть-чуть, влиять на музыкантов, которые играют в оркестре. Может быть, они лучше начинают, да, смычком работать там, как-то лучше чувствовать. Но на самом деле, мне кажется, ну, тяжело повлиять на вот огромное количество людей, которые играют в оркестре. И, ну, вот я помню, был дирижер Герберт фон Караян, можете посмотреть, его считают одним из величайших дирижеров 20-го века, вот, ну, конечно, великий дирижер, ничего не скажешь. Но повлиять на оркестр прям очень сильно-сильно, ну, я думаю, маловероятно, просто, когда люди общаются с таким гениальным, да, творцом, тогда, может быть, что-то у них происходит. Ну, мне кажется, вот так. Интересно. А, второй мой вопрос такой. Когда музыкантам в оркестре нужно перевернуть страницу произведения? Получается, половина музыкантов занята тем, что перевернут страницу. Да, вот интересно. А разве в произведении прописано это как-то, что нужно остановиться и не играть в этот момент? Ну, я думаю, что такой какой-то писанин он вряд ли. Хотя, вот, если вспомнить концерт Святослава Лихтера, когда он вот в Лондоне играл, в последние годы жизни, он играл по нотам, и рядом сидел человек, который вставал и помогал, да, он перелистывал. Ну, на самом деле, я не знаю, во-первых, конечно, человек должен знать ноту хорошо, да, и сам, видимо, пианист должен быть, если это пианист. Вот интересный вопрос я задал. Почему? Потому что в оркестре, когда второй человек переворачивает, он теряет какую-то фразу. Вот это мне всегда интересовало. Может быть, вот теряется же мощность, да, звучания. Представляете, если вот 10 скрипачей, и пятеро из них берут, может, как бы скрипку, да, берут и переворачивают. Вот мне непонятно, насколько здесь это правильно. Ну, наверное, лучше у оркестрантов спросить, как вот, как этот вопрос решается. А тогда еще вот какой вопрос. Есть же музыканты, которые, видимо, наизусть выучивают произведения. Меня всегда это восхищает. Как можно такой вот огромный кусок, там, я не знаю, 40 минут выучить наизусть и играть. Как вот, ты думаешь, сколько занимает это времени, или у всех по-разному? Ну, я думаю, что, ну, это ежедневно тут, да, то есть изо дня в день выучиваете по фразе, как-то по фразе. Вот, когда, допустим, стих берешь, представляешь, стих там, ну, вот, ты как раз разбираешься в этом лучше, чем я, там, он идет, там, 50 страниц какое-то, стихотворение, да, поэма какая-то, и человек выходит и рассказывает. Иначе он выучил это пусками как-то. То есть, видимо, через себя как-то ты это пропускаешь, рождается музыка, ты выходишь на сцену и играешь. Ввел наизусть, игру наизусть, Франц Лист, пианист 19 веке, а до этого преимущественно наиграли все по нотам. Он вот ввел вот это вот. И достаточно, конечно, вот, еще раз повторюсь, это сложно, но в последнее время иногда мы можем встретить пианистов, которые играют уже по нотам. Но он играл всю жизнь наизусть, например, а сейчас же как-то уже, видимо, расслабился, и Рихтер, например, вообще говорил, это более точнее. С одной стороны, правильно, ну, здесь уже, видимо, привыкнуть надо, потому что, когда ты играешь наизусть, ты вот в этом всем, а когда ты играешь по нотам, тебе надо сюда, сюда, и это очень сложно. А еще вот такой вопрос мне интересный. Может ли музыкант в своей жизни как-то поменять свой основной инструмент? Ты же встретил такие примеры, чтобы кто-то стал играть на другом инструменте? Ну, наверное, это маловероятно. Почему? Потому что и так надо всю жизнь посвятить тому, чтобы хорошо научиться играть на одном инструменте. Допустим, мне как пианисту на фото пиано, какому-нибудь фаготисту на фаготе. Но, возможно, какие-то похожие моменты есть. Например, я играю, я сам пианист играю на пианино, на рояле, и в группе я могу играть, в музыкальной группе играть на синтезаторе. Единственное, там прикосновение, такой, touch, можно сказать, другой, более легче, особенно если медиа-клавиатура, не сравнится с роялем. На рояле намного тяжелее прикосновение. Но если взять, например, скрипку, альп чуть больше, ну, ялончели, это уже вот так надо, да, раздвинуть ноги, поставить и играть. Ну, я думаю, маловероятно. Может быть, но если фаготисту дать скрипку, ну, вряд ли что будет, надо учиться. А вот мне еще всегда интересно, наверняка, как в любом коллективе, в оркестре есть какое-то соперничество музыкантов между собой. Наверное, все скрипачи мечтают быть первой скрипкой. Ну, я думаю, конкуренция всегда есть между скрипачами. Ну, возьмем даже не творчество, возьмем между как-нибудь инженерами, да. Всегда главный инженер лучше, чем просто инженер. Я так думаю. Поэтому в оркестре, безусловно, идет, видимо, какая-то борьба, может быть, все это решается у них со стажем. Есть обычно, конечно, какой-то концертмейстер у них, инспектор, который отвечает за всех или за определенную часть людей, чтобы пришли вовремя идти на репетицию, не опаздывали, пришли на концерт, переоделись, смокинги, фраки, красивые платья, вышли играть. Я думаю, есть какие-то определенные люди. Но кто-то к этому, наверное, стремится, кто-то к этому относится спокойно. И вот так дура. А еще вот, что меня всегда интересало. Ведь музыка – это не только духовный труд, но еще и физический. Наверняка у разных музыкантов есть какие-то, не знаю, профессиональные недомогания. Например, тяжело всегда держать скрипку вот так, в одном трёх. Я думаю, да, ты права. Я помню, знаешь, когда я приходил в консерваторию, девочки мне нравились почему-то скрипачки, больше, чем пианисты. Но потом я как-то смотрю, у них здесь пятно, есть какое-то как пигментное пятно. А оказывается, почему? Потому что когда она часами играет на скрипке, здесь все время идет вот этот, как сказать, натерка какая-то, трет, 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 трет. И, соответственно, ну, конечно, трите где-нибудь в одном месте, у вас там появится пятно. Вот, поэтому не без этого, не без каких-то, да, таких моментов. Вот у пианистов, например, это вот пальчики, вот, пальчики, они трескаются, когда долго играешь упражнения, занимаешься, вот, и поэтому у кого подушечки не толстенькие, у них появляются трещины и мозоли. Вот у меня был друг, он, у него каждый палец был забинтован этим, лейкопластырем, да, потому что кровоточат, разбивают пальцы, когда ты по 8 часов в день играешь, конечно, там уже, ну, сейчас, когда это уже наработка, да, когда ты с утра встал, час упражнения поиграл, ты уже покрычешься. Очень интересно. Большое спасибо, что ответил на мои вопросы. Да, Али, спасибо. Также подписывайтесь на мой канал, на канал Али, ссылку вы увидите внизу. Так что всем пока-пока. Пока.